итак ребят всем привет сегодня мы выдвинулись на очередной коп но как у нас как вы видите за окно снежок и мы выехали с семьей гости и в гостях я решил немножко как говорится побродить и будем мы сегодня снимать на чердаке находки там были даже была находка настолько шикарная шедевральная что я просто потрясён это моя самая лучшая находка за всю свою карьеру кладоискателя я конечно прикреплю небольшой участок того дня когда я нашел эту находку я думаю заинтриговал вас сегодня хочу там же палать но сегодня палать скачу непосредственно с металлоискателем и спину ну и посмотрим что у нас там находится под небольшой засыпочкой в прошлый раз я там с прибором не ходил так что не знаю погода зима все промерзло ломку охоты снять так что сегодня мы посмотрим на чердачки из подписчиков я уже вижу что очень многим нравится именно вот это занятие грубо говоря как я его называю сталком блуждение по старым разрушенным домам которые под снос старым чердакам вот очень многим нравится очень действительно мне самому очень интересное это мероприятие потому что можно настолько интересные вещи найти что иногда сам шоке так что ребята смотрите будет очень интересно продолжу уже непосредственно так ребята приехали мы в гости зашел я вот в такой вот помещение я не знаю погреб как называется по деревенски или как не знаю здесь вот в проход у нас и мы сейчас полезем наверх на чердак сейчас мы а он такой вот у меня помещение здесь вот такой лесенки я буду подыматься туда наверх и будем смотреть что у нас там получится чердак принципе не большой не знаю на все про все может максимум уйдет меня час ну посмотрим что у нас будет часа подумать вон туда вон там как раз основной чердак находится здесь сена хранилась в основном всегда но сейчас уже зима сена осталось совсем мало и мы сейчас посмотрим расположимся там и продолжим вам свои выражение по чердаку и так ребята мы забрались на чердачок вот сейчас я буду обследовать и здесь сначала конечно я вам покажу общим планом как здесь все вот а потом уже непосредственно приступим к рассмотрению более углубленного досмотра данного места сейчас просто я вам покажу покажу здесь что предстоит мне здесь осмотреть вот на этом чердаке в основном хранили как я вижу по засыпке сушили лук в общем всякая ерунда есть здесь интересные находки я уже визуально вижу так что вместе с вами сейчас мы и посмотрим интересный конечно я думаю получится здесь вот старые вещи валяются висят я так понимаю здесь возможные одежду сушили вот этот чердачок у нас с недавних пор то есть его дом этот построили примерно где-то в начале 50-х где-то в этой области у владельца данного старый дом сгорел и они сюда поставили дом новый между прочим дом поставили на месте старого еще боярского дома на этом участке я очень находил довольно-таки ценные находки царского времени иконки были иконки я отдал этой же хозяйке кстати покажу я эти иконки которые я поднимал у нее на огороде потому что повторюсь здесь была как бы старая такая не усадьба ну барский дом или что-то в этом роде потому что красный кирпич кругом по огороду разбросанный вот с побелкой так что это не простой был участок и вам в конце видео еще приложу эти находки которые я поднимал но тогда я еще видео не снимал и они у меня никогда не попадали в кадр ну а сейчас посмотрим что у нас здесь и так объем осмотра у нас не большой не как предыдущем видео был огромный дом сейчас здесь у меня не знаю сколько тут ну десять на пять может участок и мы сейчас посмотрим что здесь первое что мне здесь на глаза попалось это здесь вот валяется в углу заброшенная никому не нужная вещица вы уже догадались что это это у нас вот такой хомут хомут на лошадь такое зачетное старое кожаная такая вот уберем его в сторонку вот такая вот вещица и седло седло вот такого вот вида такая вот зачетная вещица никогда не знал что у хозяйки когда-то была лошадь ну ладно тоже в сторонку уберем вот находки здесь какие у нас вот ножичек сразу нашелся видно когда лук наверное потрошили так ну что у нас здесь вот такие вот вещицы дальше здесь мы конечно засыпочку всю эту проверим проверим при помощи металлоискателя потому что в свое время когда я здесь слазил я здесь этого не не использовал прибор свой потому что не до этого было вот посмотрим что у нас здесь вот такие вот старые часы сколько часы показывают у нас времени так часы у нас показывают пять минут пять минут пять минут пять минут вот такие вещицы довольно таки старые были сейчас может быть посмотрим может вот каком здесь можно будет увидеть нет год найти увидеть нету нет никаких табличек надписей но такие красивые красивые были часики вот так дальше уберем его в сторонку уберем в сторонку чтобы нам не мешали дальше вот здесь вон уже смотрите кто-то наверное здесь обжигал или складывал свет мет но нам не интересно это пусть хозяева сами разбирается такая вот картина пейзаж год ой здесь даже год есть сейчас мы посмотрим так дата выпуска к сожалению ничего не показано тираж пятьдесят тысяч красного знамени фабрика трудового красного знамени ничего особенного так старый чемодан вот здесь всякая ерунда что у нас здесь здесь лампы лампы накаливания от телевизора и все и расчлененка детскую детскую куклу как расчлененка ничего интересного так что у нас здесь так цепь интересно так что у нас ну железо железо жалко много железа придется наверное старинный портрет наверное сам хозяин этого дома был не знаю так вот здесь тоже что-то посмотрим что это у нас газета год 26 26 февраля 1966 года 60 вот здесь наверное уже хозяйка да это походу хозяйка сейчас которая офигеть смешно интересно такая ладно смотрим дальше что у нас тут здесь у нас куча пчел летом тусуется смотрим дальше вот такая древняя машинка машинка зингер забавно забавно так вот еще здесь какой-то механизм опа на смотрите какой механизм внутри зон рабочий сейчас проверю как он работал так внутри вот такая конструкция сделана как да это как этот миксер только деревянный древний миксер но ручной здесь брали за ручку и вот так вращали такая штука интересно забавная вещица достойная музея классная зачетная я уже не помню в прошлом видео ну когда я здесь был на этом месте подписчики сказали что это для изготовления масла что ли деревенского масла ну какое ваше мнение что это так дальше зингер убираем в сторону чемодан тут еще один так закрыт о там что-то болтается просто перевернут перевернут он просто ну там вижу что всякого буду какая-то выходит так дальше дальше что у нас тут старого древнего ну в принципе ничего такого особенного нету еще здесь такой смолиться старинный саквояж открывается ну ладно пустую так еще одна какая-то тут буду интересно смотрите какая чё это тоже какая-то конструкция а это что такое даже не знаю кофемолка лечит нет вряд ли смотрите какая что это такое ребята подскажите смотрите смотрите что это такое сюда наверное что-то засыпалось и при помощи этого как-то ручка крутилась и не знаю что это такое тоже какой-то наверное нет бугуруслан 90-ый год что ли ну видно что-то уже самодельное так дальше у нас вон какой-то еще железный а это у нас древний наверное первая какая-нибудь печка или что-то в этом роде так 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 здесь еще что-то есть из рукоделия собственного здесь валяется деревянная какая-то штука какой-то блин не знаю что это такое вот не знаю доставать ее как-то завалена она вылезла вот такая дуга какая-то непонятная вот такая дуга и на ней вот натянута тетива как будто лук в детстве и вот такая вот посередине палка подписчики кто знает пожалуйста подскажите потому что молодежь не знает а есть люди которые уже это видели а может быть даже и использовали в свое время так ладно перейдем дальше здесь вот я прибор свой оставил здесь вообще смотрите большое количество открыток писем книги между прочим многие я знаю не знаю как это называется но собирает открытки старинные и между прочим здесь старинные открытки бутылка даже здоровый такая самогоночные что ли так ну я думаю открытка мы наверно перейдем позже вот а сейчас наверное или сейчас посмотрите открытки посмотрим он в той более-менее еще месте чисто попробуй сейчас с металлоискателем там немножко прозвонить посмотреть что у нас там будет будет сейчас подготовлю прибор настрою его и посмотрим а сейчас давайте отмотаем время ровно на три года посмотрим что это такое какой-то какой-то у нас портфельчик так вот так вот что-то что-то интересное ребята что-то непонятно что это такое что-то все за бумаги упаковочные линзы так сейчас я посмотрю что это такое у нас так какая-то рукоять ну ребята это у нас фотоаппарат что ли интересно интересно сейчас мы посмотрим что это такое так одной рукой неудобно снимать и вытаскивать так так о ребята это у нас старая видеокамера ребята я в фильмах только так увидал вся такая новая так это у нас крышечка опа так сюда заряжается пленочка у нас ребята не буду я здесь ее открывать и все такое засуну я ее обратно и уже на свете наверное все таки не в гостях от дома сделаю полный видеоотчет вот вещь хорошая интересная даже не ожидал что такую вещь можно тут вон даже пленка белая это казанский химический завод имени Куйбышева ладно ребята не буду здесь грязно все не хочу я здесь ее распаковывать распакую ее дома надо будет сейчас еще посмотреть что здесь у нас имеется вон какой-то там аппарат ящик что интересное будет еще раз обязательно заострю внимание а сейчас быстренько домой на обзор Кварц 2М узкопленочный любительский киносъемочный аппарат со встроенным внешним экспонометром и объективом переменного фокусного расстояния серийное производство Советский Союз 1963 по 1969 год кинокамера Кварц 2М выпускался на Красногорском механическом заводе стоит сказать что Кварц не первая камера изготовлена на на этом заводе производство репортерских кинокамер было наложено еще в годы Великой Отечественной войны но камера Кварц была первой которая предназначена для любителей можно сказать для народа и хочу я вам рассказать вот от такой вот вещи нашел я на чердаке незрачный чемоданчик вот такой вот закрывался защелкой немножко я достал изнутри здесь вот у нас имеется разного рода линзы большего и меньшего диаметра здесь вот еще такой потай замочек открываешь и тут линзы меньшего диаметра вот и вот что я вам скажу здесь вот у нас такая вот вот этикетка была химзавод город Шостка Сумской области грубо говоря это талон гарантийный талон а здесь вот у нас вот такого образца пленочка вот они целый целый не распакованный вот в баночках у нас имеется катушки катушки которые на которые наматывается пленка вот одна вот пустая я так понимаю отработанный материал а вторая у нас вот имеется с пленку вот не знаю правильно я это делаю или нет может она засветится или что не знаю не понимаю в этом но факт в том что все находится упаковано аккуратно вот такой упаковочной бумаги все закрыто крышечками вот здесь у нас тоже имеется как вы видите пленка в таких же бобинах вот здесь у нас бумажки по инструкции наверное как обычно вот такие вот у нас здесь я так понимаю увеличительные линзы да здесь написано увеличение 0,5 а здесь в два раза увеличение то есть грубо говоря профессиональная камера перейдем к самой камере камера у нас называется кварц 2м такая вот у нас камера здесь у нас регулировочные бинты бинты различного рода вот я не знаю не понимаю в ней ничего лишнего крутить не буду это это я так понимаю это за счет этого его вращают и происходит вращение пленки и осуществляется снимка снимка кадров я здесь уже открывал на чердаке видел вот здесь заряжается катушка с пленкой а сюда она наматывается обработанный материал интересная конечно находка вот самое главное она знаете в таком хорошем состоянии в идеальном что прям я даже не знаю сохран прям суперский сейчас я попробую приделать ручку такого рода ремешок прям видно что ремешок не тертый новый вот так вот у нас как-то крепилось так неудобно снимать и все это делать вот я ручку приделал представляете вот такая штука держалась в руке так вот и осуществлялась другой рукой съемка крутилась вот эта штука вещь конечно антиквариатная очень интересно какой-то глазок смотрят что снимают и регулировочные винты непонятно что интересно короче находка данную камеру возможно купить или же продать за хорошие деньги нынешнее время стоимость данного аппарата стоит от 3 до 10 тысяч рублей но наш вариант очень ценен тем что все документы все оригинальное и хорошего внешнего вида и вы знаете нашел я еще одну вещь интересную между прочим подходящую в этот комплект даже не в этот комплект а без этого аксессуара нельзя будет просмотреть отснятый материал сейчас я вам его продемонстрирую нашел ребят я вот такой вот саквояж здесь вот написано квант кинопроектор 8 миллиметров я так понимаю квант вот в таком футляре футляр в принципе в достойном сохранщики вот внутри тоже вроде более-менее кинопроектор квант цена 250 рублей ома вот внутри он в принципе нормальный то есть сохранщик конечно из футляра запах старины и вот нашел вот такой вот прибор кинопроектор квант ленинградское оптико-механическое объединение лома ленинград кинопроектор был разработан как перспективный проектор для звуковых фильмов с магнитной дорожкой и в те далекие годы стоимость данного аппарата составляла 250 рублей и это практически ровно половина мотоцикла восход вот я так понимаю он тоже видите в таком идеальном состоянии ни царапины ничего очень в хорошем сохранщики есть какие-то кнопочки непонятные вот в общем грубо говоря это профессиональный фильмоскоп как у нас по детству то советский союз достал были фильмоскопы данный проигрыватель также можно найти на рынке стоимость данного аппарата составляет от 1000 рублей и превышает 10 так что наш экспонат тоже хороших денег стоит так как документы упаковка и внешний вид в очень хорошем внешнем виде такая вот зарядка представляете вот такая зарядка была сейчас такие маленькие телефонные зарядки раньше такие вот были хотя там же коробочка была и в коробочке вот такие запасные части были лампа к сожалению я так понимаю она наверное перегоревшая потому что планочка между ними сгоревшая как здесь у нас еще какая-то пустая баночка всякие штучки предохранители в общем не столь важно ничего интересного нет всякая ерунда вот инструкция сейчас мы узнаем какого года фильмоскоп так а фильмоскоп у нас согласно вот этой тут написано аттестат кинопроектора квант номер а и дата выпуска дата выпуска ребята у нас октябрь 1969 года вот так вот комплектность расписано ну да это гарантийный талон на случай поломки и конечно же инструкция к пользу такого образца у нас инструкция картинки которые я по детству еще застал элемент управления кинопроектором электрическая схема работа с кинопроектором в общем подробная инструкция как осуществляется работа кстати по детству я застал еще проигрыватели музыкальные бобины на которых были вот такие катушки я помню еще маленький был учился включать и выключать его ну конечно я застал те времена когда появились телевизоры работа синхронизатора тут уход за этим проектором в общем подробная инструкция довольно таки в хорошем состоянии листики в принципе чистые не замазаны сразу видно что если пользовались кинопроектором то не так часто и так долго просто забросили его на чердак в свое время и про него забыли тут появился я ну и конечно нашел вот такая вот ребята у меня находка кинопроектор квант и что мне очень понравилось это вот эта вот камера кварц очень антиквариатная вещь достойно грубо говоря даже какого-нибудь антиквариатного магазина которые на витрине выставляют свою продукцию ну и даже какого-то музейного места такие вещи не часто встретишь тем более на грязных замусорных чердаках а сейчас давайте посмотрим на далекие прошлые годы советского союза как именно происходила съемка на эту кинокамеру и что у нас получались за видеосюжеты в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!